Кубок Высоцкого разыгрывают с 2000 года. Ежегодно 25 июля в память о Высоцкого в море выходят десятки яхт. Я первый раз выхожу в море под песней Высоцкого. Мне кажется, погода будет наилучшая, потому что хороший ветер, небольшая волна. Наилучшая для меня. Я знаю привередливые кони, скалолазка, ну и там такие более горные его песни. Я просто увлекаюсь горными лыжами и просто вот, когда катаюсь, слушаю. Этот спортивно-творческий проект инициировал друг Высоцкого, Всеволод Ханчин. Его поддержали такие города, как Самара, Тольятти, Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. Кубок проводится во всех классах крейсерских яхт и швертботов. Так что соревнования организованы как для юных яхтсменов, так и для взрослых. Вот уже второй год подряд в гонке участвует экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягьян. Живя в Москве, приехать на море, наше, так скажем, черное, да, сочинское море, которое всегда, наверное, для каждого человека является какой-то отдушиной. Как бы человек, где бы ни жил, он должен приехать, мне кажется, летом в Сочи. Это обязанность каждого человека. Ну а поучаствовать в такое замечательное событие, как яхта, посвященная Владимиру Семеновичу Высоцкому. Это всегда приятное событие. Сегодня первый гоночный день. Впереди еще два дня борьбы. За переходящий кубок в виде небольшой стелы, украшенный грифом гитары и цитаты из песни Высоцкого. Есть зачет, есть судья, все серьезно. То есть гоночная инструкция, судейство, протесты. Все как всегда. А в это время возле концертного зала фестиваля собрались поклонники таланта Высоцкого. Они возложили цветы к памятнику музыканту и поэту и исполнили его самые известные песни. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Высоцкого нет уже почти четыре десятка лет, но слова его песен многие помнят наизусть. Любят и ценят его творчество на все времена. Он хоть и критиковал нашу жизнь, как говорится, но он правильно все говорил. Так это тоже надо уметь сказать и не побояться. Он отвечает на все наши вопросы правильно, нашего времени, наш человек. Поэтому мы его уважаем. Дух народа он понимал и поддерживал. Он нам сегодня очень нужен со своими песнями, а еще нужнее был бы живой. Бронзовую фигуру Высоцкого здесь установили 7 лет назад. Памятник специально не стали поднимать на постамент, чтобы поклонники Барда могли постоять рядом со своим кумиром, который как будто на минуту остановился в парке. Елена Овсецина, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.